Ну что, вот мы и на последней закладке, закладке заказа, в английском это order. Здесь все достаточно просто. В левой части выбор опции и некоторые комментарии. В центральной части информация о композиции, о аранжировке, которую вы заказываете. Здесь заполнять ничего не надо. Это поле, эти вот параметры заполняются автоматически в процессе того, как вы композицию создаете. Внизу обыкновенная форма – это имя, электронный адрес, телефон по желанию, город по желанию, галочка «Согласие с политикой конфиденциальности». В настоящий момент обязательное такое требование. Еще есть галочка о том, сообщать ли вам о каких-то обновлениях программы, специальное поле для ввода определенного числа и кнопочка «Сделать заказ». Есть еще поле, в котором вы можете ввести свой комментарий. Заказ нельзя отправить, пока вы не выполните несколько условий. Если хотя бы один какой-то параметр или компонент не будет заполнен или не будет что-то сделано в вашей композиции, этот заказ не отправится. Электронное письмо приходит в адрес студии, и такая же копия приходит на ваш адрес. Так что вы у себя в почтовом ящике увидите, что вы заказали. Теперь относительно опций. Их несколько. Первые четыре достаточно простые. A, B, C, D. Они не требуют какого-то с вами дополнительного согласования. Давайте посмотрим, что это такое. A – это качественный минус, это самая низкая цена. Все делается в студии, исходя из полученного заказа и отправляется на ваш электронный адрес после того, как вы сделали оплату. Соответственно, вам сообщаются реквизиты для оплаты. B – это качественный минус, который исполняется в нескольких темпах. То есть вам будет отправлена основная композиция, а также немного ускоренная, немного замедленная. C – это качественный минус, плюс два варианта по тональности. На полтона выше, на полтона ниже. D – это отдельные треки по инструментам. Неизвестно, насколько это востребовано. Может, среди вас есть любители, которые хотели бы отдельные треки сами как-то иначе собрать. Следующие опции. E, F, J, K. Они со звездочками. Требуют дополнительного обсуждения и согласования. Что-то вы напишите в комментариях. В этом случае, конечно, телефон желательно указывать, чтобы можно было с вами оперативно связаться. Что здесь есть дополнительного? Минус, плюс живое соло. Ну, вполне возможно, что вы захотите, чтобы соло было сыграно на каком-то инструменте живым исполнителем. F – это минус, плюс живой бэк-вокал. Что-то аналогичное. Вы хотите, чтобы были подпевки. Где? В каком месте? Как это сделано? J. Авторская аранжировка. Фактически, в этом случае ваш проект используется просто как шаблон. И аранжировщик студии делает что-то, добавляя свои какие-то решения. Опять же, по согласованию с вами. K. И последнее. Ну, вполне возможно, что это может вам оказаться интересным. Тот случай, когда вы поете мелодии, но сами не можете подобрать аккорды. В этом случае вам необходимо все-таки какую-то структуру вашей композиции, вашей песни задать. Набрать примерно, чтобы было понятно. Из чего она состоит? Вступление, куплет, припев, проигрыш и так далее. Спеть куплет, спеть припев, с нами списаться, по электронной почте это отправить. Соответственно, в студии будут подобраны аккорды. Собрана минусовка с учетом того, что и как вы пели. Вот четыре простых опции и четыре опции, требующие согласования с вами. Давайте теперь я попробую заполнить форму. Вот смотрите, здесь стиль не указан, темп есть, длительность – это что-то по умолчанию. Аккорды указаны, видимо, от того, что находится в закладке Song. Это по умолчанию. Давайте мы здесь нажмем вот эту форму. Так, посмотрим. Я выбрал форму по умолчанию для композиции, еще стиль не выбран, а здесь уже в заказе аккорды все распечатались. Но опять же, те аккорды, которые были по умолчанию. Я зайду в раздел стили, в закладку стили, выберу фортепьянную балладу, применю эту балладу. Так, посмотрю, что здесь получилось. Да, теперь смотрите, видите, здесь баллада указана. Вот будем считать, что я прорепетировал, все это дело пропел. Меня это вполне устраивает. Теперь я должен заполнить поля. Так, я вот заполняю поля. Я заполняю поля. Так, телефон. Ну, что-то наугад. Город. Видите, вот здесь вот была такая линия, такая строка, в которой были указаны параметры, которые необходимы для отправки заказа. Осталось, что согласие. Да, вот я делаю согласие. Код в голубом поле. Код в голубом поле – это количество тактов, которые ваша композиция. Вот здесь вы смотрите, 68, да? Вот, я 68 сюда ввожу. Вот, и смотрите, появилась надпись «Обязательные поля заполнены, стиль и опция выбраны». Я еще поставлю галочку «Сообщать мне об обновлениях». Да, здесь можно написать какой-то комментарий. Вот, что-то я здесь написал. Вот, и нажать кнопочку «Сделать заказ». Вот, выводится сообщение «Ваш заказ отправлен, спасибо». И, соответственно, это придет на вашу почту. Ну, и как обычно, в левой части здесь есть дополнительные подсказки. Нечто вроде «Хелпа», касающиеся вот этой секции. Спасибо. Продолжение следует...